Улицы города не рынок. Такова позиция муниципалитета. Есть карта дислокации торговых мест, в том числе и временных объектов. Остальные вне закона. Нарушителям грозят штрафы. Возвращаться к тому, что было на курорте еще пять лет назад, когда на месте клумб располагались палатки, а вместо парков и скверов были торговые ряды, вряд ли кто-то захочет. Уверенно, не только власти Сочи, но и большинство горожан. Да и сами коммерсанты уже понимают, сегодня другое время и другие правила взаимоотношения покупателя и продавца. Тем более, что в Сочи за последнее время открыто множество торговых центров. Есть площади и на центральном рынке, где можно цивилизованно продать свою продукцию. Не менее важно наладить в городе и оптовую торговлю, но при условии, что она будет цивилизованной. Так считают власти курорта. Глава Сочи Анатолий Пахомов дает поручение торговому ведомству, исходя из интересов и бизнеса, и потребителей. Важно поддержать наших предпринимателей, в том числе торговля, общественное питание, чтобы товары, продукты питания у нас на прилавках были в полном объеме. И цены при этом не росли. Здесь, наверное, очень важно вернуться все-таки к созданию цивилизованных оптовых рынков, ярмарок, но на закрытых территориях. Скажем, очень неплохо себя зарекомендовала ярмарка «Привоз» в районе Мацестинского транспортного хаба. Хотим, чтобы данная ярмарка не была тематической, а стала основной или, скажем так, постоянной площадкой, на которой производитель края или производитель других регионов может показывать свой товар, свою продукцию. Но ярмарка на Мацесте в целом проблему не решит. Городу требуется крупная логическая торговая площадка. То, как важно это звено в цепи, производитель-покупатель показали зимние игры. Тогда, благодаря базам, созданным в Амеретинской низменности, даже несмотря на возросший спрос, в розничных магазинах удалось сохранить весь ассортимент как продовольственных, так и непродовольственных товаров. Такие логистические центры, по мнению муниципалитета, станут стимулом и к развитию торговой отрасли в целом. Сегодня она в Сочи на подъеме, особенно это касается сети общественного питания. Если говорить об отрасли в целом, то она по итогам 10 месяцев дала в бюджет 3 миллиарда рублей. А это на 61 миллион рублей больше, чем в прошлом году.